Леонид Яковлевич, скажите, пожалуйста, вот то, что, среди прочего, прозвучало от Путина сегодня в отношении Украины. Он сказал, значит, во-первых, о том, что войну в Украине развязал Запад. Можете пояснить, как это, ну, то есть, чем руководствует себя человек, который об этом говорит? Второе, он говорит о том, что, значит, мы готовы к мирным переговорам, но чем больше времени проходит, тем сложнее эти переговоры будут реализованы. Он сказал, значит, тем труднее с нами будет договариваться. Да, 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 фактически так. Ну, и третье, я прошу прощения, было связано с тем, что, значит, что мы еще по-серьезному как-то все и не начинали. Что это значит? Ну, смотрите, начнем с конца, это значит прямую угрозу, прямую угрозу. Насколько это угроза реализуема, сказать очень трудно, но я полагаю, что, во-первых, ну, в арсенале российских вооруженных сил осталось еще ядерное оружие, вот, и в принципе никто не гарантирован от того, что оно не будет использовано, вот, но кроме того, может быть, у нас есть еще, в моей стране, к сожалению, есть еще возможности каких-то страшных ударов, типа, там, ковровых бомбежек, там, и так далее, может быть, да. Я, в общем, с некоторым ужасом это услышал. Сегодня, в общем, и так уже несколько десятков тысяч людей погибло, но похоже, что мы идем дальше, к сожалению, к сожалению. Теперь насчет того, что войну развязал Запад, это совершенно естественная вещь, потому что наши граждане поддерживают войну в значительной степени, потому что они считают, что мы обороняемся. Поэтому представление о том, что мы обороняемся, оно выгодно для властей. Что же касается того, что они хотят переговоров, ну, вот, здесь я, грешный человек, в это не верю. Я не верю, что они хотят в переговорах, потому что мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что их цель – это уничтожение Украины как независимого субъекта международного права. Не уничтожение украинского народа, это как бы так уж само получается, а уничтожение именно независимой Украины. Они не смирились с тем, что Украина независима, так же, как они не смирились с тем, что Беларусь независима. И они считают, что Украина, как и Беларусь, как мне, ну, это моя интерпретация и желание, что Украина и Беларусь должны быть либо частью России, либо иметь вассальный статус по отношению к России. Виктор Яковлевич, тут позвольте вот с вами не согласиться в одном аспекте, оно так, уничтожение украинского населения, оно не само так получается. Оно получается вот усилиями российских военных по команде российских политиков. Они являются главной целью, понимаете? Это ужасно звучит, и то, что происходит, это полный кошмар, но главной целью является именно разрушение независимости Украины. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ